Активность, конечно, очень высокая. Вы чувствуете, что мы сегодня уже зарегистрировали 284 кандидата. Это на каждое место примерно 4,73% желающих. Это нас радует, что люди не безразличны с выбором депутатов Государственного Совета, что хотят посмотреть и возможность участия, и готовы именно представлять единую Россию в Государственном Совете. Это, конечно, нас радует. Мы активно готовимся к самой выборной кампании. Это 28 мая. Для этого будет организовано открыто по всей территории Удмуртской Республики избирательные участки. В каждом округе это 20%. Всего мы планируем 241 участок открыть. Сегодня уже сформированы избирательные участки. Люди, которые будут на этих участках работать, и сами избирательные участки уже определены. Кроме этого, мы сегодня на сайте «Единой России» определили, где можно найти месторасположение участка. Любой житель, зайдя на сайт «Единая Россия» и набрав «Найди свой участок» на сайте, может этот участок свой найти. Достаточно широкий круг людей представлены на дебатах и на встречах, и это действительно интересно. Состав действительно достаточно сильный. Очень радует позиция нашей молодежи. Молодежный парламент очень сильно выступает, с хорошими идеями. Очень приятно, что много умных идей выдвигают мои оппоненты и участники наши. И это хорошо, наверное, потому что нам нужен сильный парламент в Республике. И когда он будет сильный, у нас и действительно сильная будет Республика. Общаясь со студентами, задаются вопросы, которые их интересуют, в том числе и в области трудоустройства. Ведь каждый молодой человек рано или поздно задается вопросом, куда бы пойти работать. Озвучиваются вопросы о стипендиях и прочее. То есть у молодежи есть вопросы, которые они бы хотели озвучивать на законотворческом и законодательном уровне. В том числе с коллегами в рамках дебатов мы пообщались на тему молодежной политики. Подводя итог, хотелось бы сказать, что у молодежи есть о чем говорить. И хотелось бы, чтобы нас не только слушали, но еще и слышали. Поэтому мы заявились на участие в предварительном голосовании. Работа штаба «Един России» по 11 округу автозаводскому началась. Были встречи. Например, вчера была встреча. И да, понятно, что проблем много, но и сложные, и люди обращаются, и где-то с таким, где-то больше даже бывает негативом. Но что из плюсов, я вчера заметил для себя, тогда, когда человек обращается с какой-то проблемой, он высказывал ее, да. И, как бы, можно сказать, не то, чтобы забыл про нее, но она ушла. А депутаты, которые это записали и взяли под контроль, проблемы разные бывают, они там, ну, по времени имеются в виду. Насколько, чем сложнее проблема, тем больше нужно времени для ее решения. Продолжение следует...